Всем привет и пряного просмотра, продолжаем про FIFA 18 за менеджер, ну че, тут это потом, чуть позже, щас, а нет, вот трансферы, центр трансфер, нам надо зайти, вот этого игрока, я хочу подписать сим-контракт, обсудить переход. Очень мне хочется его подписать, как свободный агент, посмотрим, что он будет с ним, я знаю, что слишком много свободного агента покупаю, но очень рад видеть вас обоих, давайте сразу перейдем к делу. Давай, выдастся за прием, давайте поговорим о роли моего клиента, нам интересен вариант, по которому мой клиент будет важным игроком, приведет множество матчей в сезоне. Важный игрок, важный игрок, важный игрок, контр-приложение давай, ключевой, игрок ротации, перспективный, а я не знаю, давай ключевой. К сожалению, учетом ваша состава требует такое требование, вряд ли выполняю, все, что я могу обещать, что будет изменно ежедневно играть в основном составе. Мой клиент устраивает это условие, очень хочет на чате игру познакомиться с игроками команды. Понятно, сейчас посмотрим, на сколько ты контракт, давайте с тобой я... Хорошо, мы поговорим о роли игры в составе, теперь давайте обсудим продолжительность контракта. При коем зарплату, фиг знает, знак вопроса, у нас 26 тысяч осталось на зарплату. Так, давай, я тебе предлагаю на 3 года. Мы готовы предложить вашему клиенту контракт в длительность 3 года. Ну, думайте давай. Мой клиенту не устраивает пролагаемый срок контракта, мы пролагаем следующий проложить на 1 год. Ну, что ты 1 год-то хочешь, а? Все, все, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 год. Контр-проложение 2 года. Такой проложить контакт у нас не устраивает, мы готовы предложить игроку контракт следующий проложить 2 года. Согласен, положение сроком контракт 2 года, его вполне устраивает. А почему вы 1 согласить хотели? Ну, давай 2, блин, теперь 2, потом еще раз. Ладно, он согласился. Это мы не будем обсуждать. Так, давайте дальше. Мы хотим бы обсудить зарплату и прочие финансовые условия, учитывая класс моего клиента, заслуживая зарплату 13 тысяч фунтов. Подписание бонусей сухих игр. А, давай, я согласен с тобой. 13 тысяч фунтов. Хорошо. Получит требование зарплаты, платы, ждем вас команды. Если он будет фиговый, как свободный агент, и что здесь такое? Ну, ладно. Переходим к составчику. Я хочу посмотреть, что мы приобрели. 68 мы приобрели. 68. Это лучше, чем некоторые. Да, блин, не ты, а. 68 мы приобрели. Понятно все. Ну, ладно. 68, 68. Фигово. Ну, зарплата его просто 13 тысяч. Многовато, честно скажу, правда. Ну, а я согласился, чтобы узнать. Я думал, что вот такую сумму и зарплату у него. Я думал, он, это, игрок повыше. А на самом деле, нет, нифига. Ну, что, давай дальше продолжаем. Переходим к матчу. Ближе. Нам тут это так. Отчет у нас окончен. Что это такое у нас? Вот у нас еще один. Техника, передач, защита, настрой. А вот это мне нравится. Список трансферов засунуть. Это египтянин какой-то. Так, ты у нас 70, стоишь 2 миллиона, зарплата 7 тысяч. ЦПшник. Так, вот так вот у нас дела. Ладно, список трансферов, я добавил. Еще подумал тебе, да. Так, что у нас дальше? Вот тут у нас, да, дальше? Так, что у нас здесь? Так, ты у нас еще с ней еще. 69, 1 миллион 100 стоишь. Это не очень. Силы где-то фига, перехвата 72 хоть. Не очень. Так, ты у нас не изучаешься. Ну, давай, изучай тебя. Ты у нас не изучаешься. А вот это что-то повеселее выглядит, давай сказать. Из списка его трансфер. Посмотрим сейчас за ним. Ну, это вообще проблем не имеет. Да, прям, прям такого игрока у нас. Только в путь мы возьмем, да. Вообще. К нам перейдет. Так. Продолжим по трансферу у нас, да. Вот тебя хотят купить. Смите нашу, 23 года вратаря. И тебя. А ты кто у нас такой? ПЗ, ЛСЗ, ПВЗ. 70 тысяч. Ой, 70 общего у него. Блин, большие деньги. За это вообще еще больше могу. Да. Увы. Отклонить приложение. Отклонить приложение. В данный момент я не могу такими поручаться с этой фигней. Так, приложение по трансферу. Это я читал. Ну, все. Это только приложение по трансферу у нас было. Так, пропускаем. Завтра у нас игра. Важная игра, скажу честно. У нас каждый день важная игра уже. Ну, а что-то там, кто-то, письмо пришло. Какая-то фигня. Что-то долго так. Игроки отправили в сборную. Нифига у нас в сборную. Игроки в сборную уходят. Нифига себе у нас. Можно так сказать. Нет, давай я тебя выпущу. Ты как-то больше выглядишь лучше. Вот так вот. Только нападаешь, мы меняем. И выпускаем на поле наших игроков. Точнее, игра. Ну, что, поехали. Мы играем дома. У них неважная игра. У них 4 очка. У нас, если не ошибаюсь, 5, что ли, очков. Оно поражение. Оно победа. Да, опять же у нас одно очко разница. Офигеть, просто я еще в середине нахожусь. Офигеть, вот это мячик. Попал просто в точку. Ха. О, супер вообще просто. Ладно, начинаем игру. Футболисты готовы, болельщики готовы, да и мы тоже готовы. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня будут освещать для вас все перипедии этого матча. Сегодня Нотингем в город встречается с Лица. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы. В общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Константин, хотелось бы услышать твои мысли о сегодняшних хозяинах. Пока эта команда очень хорошо выступает в чемпионате и, наверное, должна быть довольна теми результатами, которые она показывает. Это кому? Нам что ли? Я недоволен. И вот мы видим состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Что-то говорят там еще. А если за русских интересно играть, там по-русски будут говорить? Спасибо за игру. Мы вас выиграем, да? У другой команды аналогичная схема с одним нападающим. Похоже, все выстроено под точный пас из глубины поля. Против бывшего своего клуба выступает сегодня один из игроков. Но от таких ситуаций никуда не деться. В футболе главное у вас... О, полузащитник. А, мы у них что его купили? Я что-то не понял где. Я что-то не понимаю смысл. А, это без нас, скорее всего, было куплено. Ну, короче, мы еще не были главным тренером. Можно сказать. Робингудов. Из-за этого они купили без нас, типа того, я так понимаю. Тут может что-то получиться. Вы бежать-то будете, вы как черепахи ходите. Супер! Вообще, просто офигенный момент. И все, и мы пропускаем гол. Просто слов нет. Это как вообще за игра-то, а? Какой-то через жопу они ударили, а не им залетел гол. Блин, а быстрый... Это как бы сказать... А мы, да... Я должен пыхтеть, чтобы забить гол. Головой. Да, супер. Начало хорошее у себя дома. Мы у себя дома победить не можем нифига. Чего вы творите-то у себя дома-то, а? Похоже, они решили поиграть вдвоем. А, уже прииграем, уже мяч привязали. Отняли у нас. Опа. Совсем не обязательная потеря. Посмотрим за этой атакой. Да, Баряна. Но они хорошо играют. Относительно от моей команды, можно сказать. Впрочем, может быть, топов они, конечно, может, не выдержали. А, не прошел пас. Не прошел. Вы плохо. Слишком много пасов, слишком много всего. Ну, почему у них более скоростные игроки, чем у меня, а? Защиту надо менять, а я не меняю, нифига. И есть там, кому сыграть. Но что-то совсем непонятное у него получилось вместо удара. Причем-то у него было всего ничего. Старался пробить технично, но почему-то пробил совсем не туда. Надо, может, все-таки его поставить. Этого защитника. Которого мы варенду... Ой, блин, варенду взяли. Ушел все-таки Павла. Все-таки ушел Павла. Опять ушел. Так, я предлагаю вот это сделать пока в данный момент. Только вот что-то поменялись местами, что я не понял я. Ну, куда так неточные пасы-то пошли, а? Еще здесь бы неправильно пас бы дали. А еще супер было бы. О, это молодчина. Опа. А, не дали даже вообще ударить. Что-то мне кажется, что они какие-то медленные у меня. Что-то я не понимаю, нифига я. А? Вот у них защитник как защитник. А у меня дерьмо как-то с дерьмом, блин. Которое ничего не может сделать. Даже вот этот какой-то тупой гол. Даже вратарь не затащил, блин. Надо бы у тебя продать, блин, когда прилагали. Ты что здесь, блин, себя заткни, е-мое, туда. Ворота. Я бы посмотрел. Вот. Лемара. Леал покупает за 50 миллионов фунтов. Ну, нет таких денег, да? Так, смотрим. Какие ситуации у нас есть вообще. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Ну, один гол можно отыграть. Уверенно сыграл на перехвате. А, только тут не точно. Чего? Трама? Вот дебил, вот уроды, а. Сейчас свисток будет, да? Не? А что толку-то, блин? У меня уже все закрыли. Я сделать ничего не могу. Но все-таки у него все равно травма. Давай, бей, забивай, Павла. Наконец-то. Забили, забили, забили. В следующий матч я, может, того выпущу, попробую. Кого-то из них. Надо по рейтингу смотреть, кто фигово в защите играет. И менять их нафиг, почувствую. Через очко. Вот так вот надо забивать голову. Да, да, вот какой. Вот, вот, вот это. Оп, опа, и пролетел. Я думаю, что не забьет, Павла. Но у нас травма. Очень фигово. И как же есть этого игрока, который сам лучший бомбардир у нас, да? Он. Вообще, ЦАП у нас травм получил. Ну, ладно, ЦАПу можно нападающим поменять. Можно так сказать. Так, ну, защита у них хорошая. Так, смотрим. Это не пройдет нифига, никаким чудом. Во. Ну, не, не получится. Не получится. Так, Ваут не от нас уж, а от них. Это замечательно. Так, так, так. Надо смотреть. Давай, тебе сюда. О, они косят, пидоры. Очень фигово. Партнеры поддерживают эту атаку. Ну, я же удар, пас дал. Нажал на пас. Фиг ты не дал пас. И тогда контратака может. Хороший по задумке пас. Прекрасно. Удар нужен. Стопроцентный шанс. Стопроцентный шанс. Выход один на один в конце матча. И шанс этот не использован. Посмотри, тренер хватается за голову. Был абсолютно уверен, что забьет его игрок. Да, 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 да. Посмотрим за этой атакой. Давай, бей, блин. Нормально. Ну, он травма. Вот, может, из-за этого еще фигово ударил. Ну, шанс был хороший забить гол. Очень хороший шанс был забить гол. Но контратака у них нормальная, может быть. У них более скоростные игроки, чем мои. Ну, что проблема. Давай, беги, 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 беги. Дерись за мяч, дерись за мяч. Блин, подрался за мяч. Ну, ты говорю, с такой заброс и все. И нашего игрока нету. А, да, да, да. На наше поле прям. Офсайт был. Офсайт. Да? Не? У него офсайта не было? Ну, как может быть, он же могал. Своей волшебной палочкой. Эм, фигово, очень фигово. Да, супер вообще, просто супер. Увидел открывание впереди, делает передачу. Пройди этот пас, могла развиваться очень опасная атака, но защитник молодец, все, прочитал. А, чуть-чуть точности не хватило. А, давай, ё-моё, а. Влечивайся, падла. Это воротарь возьмет. Все, один тайм заканчивается, первый, точнее, один-один. Один-один. Трудная команда. Трудная. Тут все трудные, можно сказать. Так что у меня класс не такой высокий. Чё, продолжаем игру? О! Давай, бей! Ну! Почему ты не забил, Павла? Ну, у него, игрок на нем еще висел, можно так сказать. Из-за этого, может, такая фигня была. Есть варианты, куда сделать пас. Молодчина, даже с больной травмой, блин, забивает гол, а. Вот это да, молодчина. Вот это вообще самый лучший игрок для меня, я не фиг узнаю. В данный момент он блистает. Так, нам нужна защита вот эти чуть. Так. Уходим чуть в защиту. Уходим чуть в защиту. Ну, я, скорее всего, думаю, поменяю его. Таким-нибудь нападающим. Пускай нападающий там будет сидеть. На всякий случай. Аф-сайт, 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 нормально. Нормально, это хорошо. Надо еще забить еще один гол, чтобы быть более уверенной. Человеком. На самом деле. А, не тому. Но его закрыли. Опа. Не успели, не успел, не успел, не успел. Так, что можно... Че там? Мы слышали. А что дальше? Какое решение... Че болу-то? Ревут трибуны покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, твоей тоже. Ну, они какие-то так, далекие пасы дают они. Блин, ну пас-то куда так надо было? Ладно, я не хочу мучить. Меняйся. Я здесь. Не хочу тебя мучить. Но пас тупой был. Пас был тупой вообще, просто ни о чем. Нашу звезду убираем мы. Можно так сказать. Опа. Ну вот это по скорости они нас просто делают. По скорости нас просто делают они. Молодчина, воротарь. Супер. Давай, показывай, на что ты способен. Так, это была очень глупая ошибка, на самом деле. Если бы я не точный пас бы отдал. Ну вот как он, его в этой фигне сделали? О, нарушение правил. Супер. Давай ему карточку. Так, давай вот туда вот. Ну давай, удар хороший был, момент хороший был. Суперский. Чего? Какой нафиг травма? У двоих игроков у меня травма? Вы че, пусть с ума, блядь, вот этот дурдом, а? Начинается. Ну ладно. Тебе есть шанс выйти. Ну, этот покруче, кажется, был, да? У него разгон 90, ловкость. Только че-то не видно, че у него офигенное. А у тебя че? У тебя разгон 82. Ну, там, ну почти то же самое. Блин, два игрока теряем на этом матче. Фигово это. Очень фигово. Вместо двух у нас теперь четыре травмы имеет. Нифига офсайт еще здесь. Сука, подвес, блин. Давай, я видел, как ты вчера играл в реальной жизни, блин. Арсеналский игрок. Так, смотрим. Давай, беги. Ну, ты у нас, белый, защитник, если не ошибаюсь, да? Во. Блин, надо было пораньше на вес давать. Может, сейчас что-нибудь придумали бы, а? Да-да-да-да-да, младшина. Ну, не тому. Ну, куда ты даешь пас, Павла? Да, есть. И они нам забивают гол. Нет у меня скоростных защитников, нету. Вообще просто. Они нас на скорости делают. Вот как его могут пропустить было, а? Неоткуда просто он с Аску какой-то появился, блин. Да, теперь мы ничего будем играть, да? И смотрим, счет у нас снова равный. Ой, блин, фигово. Счет у нас равным. Это может быть опасно. У меня равных счетов не нужно, мне нужны победы. А, воротарь затащил. Воротарь у нас тут затащил. Мы в своем поле еще ни разу не побеждали. Очень фигнова. Ну, давай, ну куда так промах-то, а? Сидит падла на хвосте. Уродичи, блин. Лесное. Ну, давай, забиваем гол. Вот так 3-2 уже. Супер, просто супер. Молодцы. Так и надо играть. Я так понял, тут голов дофига у меня будет. Очень много голов будет. Да, пойдем очень аккуратно и точно и практически без шансов для вратаря. Игра продолжается. Счет 3-2. Ну, как всегда, у них далекие пассы, как итальянцы, что примерно играют они. Давай, еще один голчик сейчас, а? Давай-давай, дерись за этот мяч, Павла. А, нифига не получилось тебе. Они прям здесь уже начинают нас прижимать. Сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают... Беги, давай, беги. Да, Барен, пробежал называется. Ваут уходит, ваут. Нормально. Вот это не было раньше 8 минут. И дополнительные минуты, ел моя. Да, затея хорошая была. Но, увы, нам не получилось это сделать. Опа! Да, даже не дали ударить ему нормально, а? Успел, пидор. Если не себя... Блин, ну зачем ты перестал бежать? Ты мне скажи, зачем ты перестал бежать, а? Вот Тоди разрешил перестать бежать. Вы как будто играете, не хотите вообще ничего от жизни в своей игре. Это еще ихний удар был, офигеть просто. У-у-у, я дал пас. Я дал пас, и я пропускаю. Это моя ошибка. Борейн, это моя огромная ошибка. Почему я здесь ошибаюсь сейчас? Я не понимаю. Почему так удар фигов, а? Ай, падла, да. В принципе, заморачиваться с этим голым надо. Забиваем, да? Какой офсайд? Да, блин, ну это вообще издевательство. Какой нафиг положение игры? Нет, это колоссально. Я не заметил это. Да... Блин, короче, опять на своем поле не выигрываем, ничего делаем. У нас поражение и две ничьи на своем поле. И нам чуть еще не закрепали. Мяч, но не может удержать его в руках. Отгор мяча на чужой половине. Реализуют ли они этот момент? Не, вы это не сделаете, нифига. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Давай, беги, 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 беги. Что это, пидор, догоняет тебя, а? Что это, пидор, тебя догоняет, я не понимаю, а? Блин, ну что вы сейчас остановитесь-то, а? Все, сесток. 3-3 счет. 3-3. Шанс был на победу, но я сам в конце себя накосячил. Опять мы на своем поле не побеждаем. Какое-то проклятие, скажу честно. Ну, два гола, их них два гола. Это вообще шестоко, просто тупо. Ниоткуда. Особенно сам первый, это вообще просто идиотизм какой-то. Почему у меня так не летит неверо ворота, и как у них летит ворота? Ну, короче, такие дела бывают в жизни. Так, развитие игроков. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. Ты у нас прибавляешь. Давай ворота, просыпайся уже, е-мое, пора уже тащить все эти какого дела. На самом деле. Так, центральные защитники, вы какой-то фигнию страдаете, если честно скажу вам. Пора уже, это, просыпаться. Так. 29, 31, 31, 29. У меня только один молодой защитник. И все, больше никого нет, нифига. А вы, че, не расскажете свое оправдание. Вообще ни о чем. Вот у меня есть. Два лего-защитника, е-мое. Очумей просто. А кого я взял? У тебя 55, да? А тебе я взял 55. 28, 28. Да тут вообще подкачать нечего. А тебя подкачаем. Ну, че, смотрим. Че тут есть у нас интересное. Так. Никто у нас не поднялся, нифига. Ничего не сделалось. Так, че у нас там за письма? Так. Проезжай об аренде. Это кто у нас? 62, 34, средний 20 лет. Приложение принято. Можешь идти в аренду. 62, я тебя по-любому выпускать не буду. Все, тогда еще у нас Приложение об аренде. Это уже было. Игрок травмировал на 2 недели. Игрок травмировал на 3 месяца. Вообще супер. Так, моя роль в клубе. ПП. Бой, когда я подписываю контракт с этим клубом, я понял, ты думал, что твоя роль будет. Оль, важно. Я тоже думал, ну, ты не получаешь ничего. Ну, че, пропускаем. У меня есть скауты, которые собрались с этими отчетами. Итак. А че-то по тебе? Че-то ты можешь себе позволить. Так, 64, 450 тысяч. Нет. Ты 9 дней ищу. Ё-моё. Это дофига. Тут тоже 9 дней. Да, но... Это неинтересно. А тут, че у нас? Не изучено. Это не изучено. Смотрим, че у нас есть вообще. Ну, 9 дней это долго. Вот это еще можно попробовать взять. Ну, он... Сила. Перехват зато у него хороший. Технику, удары, передач, защита 69. Защита 69. Вот это... 67 вообще. Чем не просто. Ну, ладно. Так. С данного варианта знаю. Окончательно вот этот. Этот-то такой у нас. 30. 73. 2. О, 32. Он получает 32 500 фунтов. Я могу, конечно, это помутить, подумать, сделать, но... Увы, нет. Но зато у него защита 73. И общий 73 получаете. И он... Атреатизм у него тоже 71 нормальный. Удара зато у него нет. Так, ты у нас. Тоже такая ситуация, только где зарплата меньше и стоишь дороже. Тоже, может, это... Ты не изучена меня. Нет, этих игроков я не смогу ничего сделать. Так, ты у нас что? Ты у нас вот и есть, да? Да, понятно все. Больше тут ничего интересного нету. Пока есть время. Пока есть время. Пока есть время. Ну, фиг с ними. Так, посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь 70. Вот этот игрок. Это цпшник у нас. 7 тысяч. 2 миллиона стоит. Чтобы приобрести этого игрока, потребуется от 1 миллиона 900 тысяч до 3 миллиона. Торговато. Пухая форма. Радостный. А ты свободный агент, да? А давай с тобой обсудим переговоры, а? Фиг с тобой. Пусть будет еще один из свободного агента. Возьмем, и все. И фиг с ними. Так, очень рад вас видеть обоих. Давай сразу перейдем к делу. Так, да. У нас с тем... Да, в суждении. Давайте поговорим о том, какую роль будет играть, сколько игрового времени он получит. Да, я важный игрок. Мы ожидаем, что он будет входить в группу игроков, состоящих в гостях команды. Получает много игрового времени. Он наоборот, да, счастлив. Да, счастлив с этим делом. Прямо мне 5 тысяч всего лишь. Слышь. Прекрасно соответствует наше ожидание. Мой клиент устроит приложение. Китайцы, у него еще агент. Блин, пазла. Он в запросе. Прекрасно, это ваша ожидаемость. Так, у нас... Давайте поговорим о предлительности контракта. Мой клиент интересует следующий срок. Один год. Прямо мне... Зарплата 5 тысяч. Ё-моё. Он сейчас запросит, и не маленькую. Давай. Конкретная... Давай на 3 года. Только приложение контракт нас не выстрелит. Мы готовы приложить игроку контракт 3 года. Я вот зарплату-то не посмотрел, нифига. Мой клиент не устроит. Прилагаем срок. Мы предлагаем следующий приложитель на 1 год. Давай на 2 года. Давай идем на 2 года. Согласен? Так, такое приложение нас не устраивает. Когда мы продолжим игроку контракт на следующий предложитель 2 года. Согласен ты с этим условием, а? Или нет? Давай. Согласен продолжим сроком. Его вполне устраивает. Ну, мне зарплата проблема. У меня зарплата не трансфер. Блин. Ну, надо было потерять. Чего не подумаю. Нифига. Так, важный игрок. Так, оступный. Мы отказываем. Он хочет, получается, он хочет сейчас, получая 15 тысяч фунтов. Подпись бонус 130 фунтов. И сухих матчей 5, 105 тысяч фунтов. Принято. Хорошо. Получает требование зарплаты. Ждем его в команду. А что, все? У нас проблема зарплаты, а? Или это автоматически уберется просто, и все? Да? Нифига, он 70 имеет. ЦП, чем беда. Ну, пускай мы зимой, может, купим его, если деньги будут. Так. Что хотел я? Я хотел по поводу финансов. Да, зарплата у нас ноль. Я хотел поделить зарплата. Бюджет. Давай я сделаю вот 15 тысяч. Вот так вот. Ну, 16 тысяч, все. Так, что у нас тут по делам? У нас тут по делам фиговое, да? Футболки. Зарплата повышенная. Так. А что соответствует нашему этому? Вот это у нас. Финансы. Текущее развитие 5%. Блин, 5%? Ё-моё, уже 5%. Ну ладно, там нет игроков. Ну что, давайте посмотрим на игрока, которого мы взяли. Что он у нас может предложить? Считать 9 он. Он сборный, да? Напор, выносность, прыжки, сила у него. Сравняем психофизические данные. Так. Ведение поля. Так, прыжки, реакции, скорость рывка. Выносность, сила. Напор. Это перехватчик опять у него, блин, напор. Ой, блин. Центральников теперь у нас дофига. А смысла никакого нету. Так, вообще просто где-то. Ай, вниз иди. Надо лечиться. Тоже. Прям вот это фигово получил. Ну ничего тут это фигово было. Ничего это очень фигово. Так, ну все. Тут больше делать нечего. Вот у нас что-то есть. Прыжи по трансферу. 69, цпшник. 29, цпшник. Вот 29, цпшник у нас. Есть, продолжаем по цпшнику этому. Сейчас, сейчас, секундочку. Отсюда можно выйти, пока мы не начали общаться, да? Сейчас, секунду, секунду, секунду. Я хочу в состав зайти, посмотри. Может, я продаунил все-таки? Вообще-то у меня не играть даже нифига. А вот он, что-то 9. Ведь силы у него. Опоры у него, перехваты слабые. Но у меня 69 вот этот появился. И вот этот 68. Примерно вот так вот. Так, а как его сравнить? Не-не-не. Как тебе сравнить-то, ё-моё? Подожди, подожди. Я хочу сам посмотреть. Как его сравнить-то, игроком? Выбрать. Во как. Так, напор круче. Собранность слабее. Перехваты одинаковые. Атакует позицию круче. Ведение в поле у него хуже. Блин, хуже. Разгон лучи. Ловкость лучи. Баланс лучи. Прыжки лучи. Реакции. Скорость рывка лучи. Выносность и силу. Но у него он силач. Вот он в смысле, можно сказать. Игра головой у него луч. А тут вредень, навесы, подкрутка. Но это всё фигня. Не особо важный. Тут средний и средний. 180, 191, 29, 29. Надо как-то, знаете, выходить в плюс хоть, а. Какой-нибудь. Так, защита. Ну ладно, я, может, прогадаюсь. Я не знаю, может, вряд ли. Ладно. Короче. А есть вот этот игрок. Не, подожди-ка. Вот этот есть игрок. Тут вообще всё плохо. Всё ужасно, всё плохо. Даже думать нечего. Но у него сила очень хороша. Ладно. Ты можешь идти от меня. Уходить. Я тебе продаю, короче. Я его, короче, продаю. Будем обсуждать деньги. Так, что там у нас? Звиза 900. А, из 900 он. Ё-моё. Принять приложение. Начать переговоры. Принять предложение. 900 тысяч фунтов предлагали. Вы чё? С ума посходили. Конечно, зря я, может, это делаю. Ну ладно. Ну чё, он идёт. Чё-то игрок не ходит, нифига. О, игрок продан. Посмотрим. Игрок продан, да? Так, агент согласился с условиями личного контракта с клубом. Будет продан за 900 фунтов. Эта сделка заключена. Мы добавляем 600 фунтов к вашему текущему трансляции бюджета. О, 600 фунтов. Да? Себе у меня прибавляют, да? О, теперь прибыль. Вот это да. И зарплата сразу припёрлась. Припёрлась, можно так сказать, абонемент, миллион фунтов мы заработали. Резерв на бонусы. Чё за резерв бонус какие-то? Чё-то я не понял. Чё за резерв бонусы-то? Билеты, понятно. Уже письмём. Где-то я знаю. Трансферы плюс 6. Призовые плюс 15. Резерв на бонусы. Ааа. Нефиг узнает. Чё за резервы на бонусы появились, блин. Давай дальше. Нафига тут фунтов потратили? 424. Это какого? Миллионов фунтов. О, разряжается. Паева моя появилась. Дюйосик уже разряжается. Всё. Дело сделано. Месяц сузана начинается. Так, чё у нас здесь? Отчёт от молодёжки компании. Давай посмотрим, чё у нас здесь. А, это отчёт. У неё 48, у неё 48. Давайте получим. Часть трансферок у нас закрыта. 447 миллионов 20 тысяч фунтов потрачено было. И ману игрока продали. У нас слишком много центральных, у нас слишком много нападающих. В общем, проблема. Так, чё хотел по составу посмотреть. Так, это я понял. Статистика у нас, в общем-то, он 19 игр сыграл уже. 12 игр, сухих игр, 1-1. Ну ладно, фиксим характер. О, характеристика. 2, 2, 2. 67 у него уже, нифига себе. 67. Чё оспорить? А, понятно. Вот у нас плюсики пошлее. Это хорошо. Так, это у тебя 68 стал, у тебя 71. У тебя 67. Молодчи, ну просто давай продолжай тоже в духе. Я для тебя большей надежды. Так, ты у нас на 70 так и было. Так, подожди, когда я тренировочку могу занести, да? Нет, ещё 2 дня у нас осталось для тренировки. Так, я хотел посмотреть. Это я понял. Задачу по поводу зарплаты. Текущий развит 5%, всё равно 5%. Мы освободили, конечно, свою зарплату, но, увы, ничего это нам не помогло, скажу честно. Так, чё хотел я. Так, мы на 13 месте предстоим, у нас сейчас очков. Потому что это ничьи дурацкие, мы могли победить на самом деле, но ошибку в конце я... Я, увы, не получилось. Ну ладно, на этом мы заканчиваем. Увидимся уже в следующей серии тренировок. Продолжение следует... Удачи вам и пока.